В наше время очень важно следить не только за своим здоровьем, но и за благополучием своего домашнего скота. При обнаружении первых признаков недомогания у животных нужно в первую очередь принять меры профилактики и обратиться к специалистам. Более подробно о болезнях, представляющих угрозу в Артёмовском городском округе, рассказала ведущий ветеринарный врач Нелли Башмакова. Сначала речь зашла об африканской чуме свиней, начавшей распространяться по центральным регионам России. Африканская чума свиней – это вирусное заболевание, инфекционное заболевание домашних и диких свиней. Человек африканской чумой свиней не болеет. Вирус африканской чумы свиней обладает высокой устойчивостью во внешней среде, может сохраняться до двух лет. Особенно долгое время сохраняет активность в условиях холода и высушенном состоянии. В сырье и продуктах, полученных от больных животных, вирус остается жизнеспособным от нескольких суток до месяца и более. Характерные признаки у свиней при заболевании – это первая высокая температура, снижение иммунитета, учащение пульса и дыхания, слабость конечностей, иногда кашель, посинение кожи головы, туловище. Болезнь длится до двух недель и заканчивается гибелью большинства заболевших животных. Источник инфекции – это больные африканской чумой свиней животные, продукты их убоя и корма, полученная от больных животных. Механическими переносчиками могут быть грызуны, птицы, насекомые. Заражение африканской чумой свиней происходит при контакте с больными домашними и дикими свиньями. Через инфицированные факторы внешней среды – вода, подстилка, карма, навоз, одежда, обувь, обслуживающую персонала, предметы ухода за животными, оборудование, автотранспорт. При скармливании животным пищевых отходов от зараженных АЧС свиней, не прошедших термическую обработку в течение трех часов. Инфицированные вирусом мелкие частицы кормов, подстилки, почвы могут переноситься ветром на расстоянии нескольких километров. Важно отметить, что вакцинации против этого заболевания нет, что делает меры профилактики наиболее важными. Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеются свиньи, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь. Первое. Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра и проводимых вецслужбой вакцинации против классической чумы свиней, рожи свиней. Содержать поголовье только в закрытых помещениях, в сараях, в базах. Не допускать свободного выгула свиней на территории населенных пунктах, особенно в лесной зоне. Ежедекально обрабатывать свиней помещения для их содержания от кровососущих насекомых, вещей, вшей и блох. Постоянно вести работу с грызунами, так как они тоже являются разносчиками. Не покупать свиней, не завозить на территорию района или вообще в свой личный двор без согласования с государственной вецслужбой, без ветеринарных сопроводительных документов. Не использовать необезвреженная корма животного происхождения, особенно боинские отходы, либо отходы от стола своего в рацион свиней. Ограничить связи с неблагополучными территориями. Подчеркнулось, что приобретение свиней без необходимых ветеринарных документов, а особенно из других районов, очень опасно. Свой выбор лучше согласовать с ветеринарами. Они вам дадут консультацию, обезопасив от возможных случаев заражения. Затем ведущий ветеринарный врач коснулась темы птичьего гриппа. Грипп птиц – острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А. К гриппу восприимчивы все виды птиц. Что интересно, грипп птиц не вызывает массового заболевания у диких птиц и протекает у них бессимптомно. Однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и гибель. Данное заболевание характеризуется потенциальной опасностью возбудителя для человека. Основным источником гриппа птиц в природе является водоплавающая птица. Путь заражения гриппом птиц. Заражение домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой и домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Устойчиво в вирусах гриппа птиц к физическим и химическим воздействиям погибает при плюс 56 градусах в течение 3 часов, при плюс 60 градусах Цельсия в течение 30 минут. Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызвать уменьшение яйценоскости и заболевание дыхательной системы, а также протекать молниеносно в форме, вызывая быструю гибель птицы. У заболевших диких и домашних птиц отмечают необычное поведение, расстройство в координации движений, отсутствие реакции на внешние раздражители, угнетенное состояние, отмечается опухание и почернение гребня, и синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки головы, шеи. Профилактика должна осуществляться владельцами птиц комплексно и включать следующие мероприятия. Соблюдение владельцами или лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение и реализации санитарно-гигиенических, ветеринарных, санитарных правил и норм. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птиц в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющихся в опоголовье. Не допускать выгула выхода домашней птицы за пределы дворовой территории. Исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими. Осуществлять куплю-продажу домашней декоративной птиц в местах санкционированной торговли при наличии ветеринарных сопроводительных документов. Содержать территории и строения для содержания птицы в полной чистоте. Проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и территорий. Установление сеток на окна и двери, исключающие возможность попадания дикой и синатропной птицы в помещение для хранения кормов и содержания птицы. Был сделан акцент на таком заболевании, как лейкоз крупного рогатого скота. В нашем районе случаи заражения на ранних стадиях уже наблюдались, поэтому нужно обратить особое внимание. Лейкоз – это опухолевое заболевание. Сначала идет реакция, потом изменение в клетках крови и потом дальше разрастание опухоли, увеличение лимповых узлов, разрастание опухоли, истощение животного. Владельцам крупного рогатого скота нужно учесть следующее. Приобретать крупный рогатый скот после согласования с государственной ветеринарной службой и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых государственными учреждениями ветеринарии. Вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения сирологических и других исследований обработок. Также обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кровососущих насекомых, гнуса, потому что сейчас вот эти гнус всякие, они много заболеваний переносят, в том числе они могут и лейкоз переносить. Хочется еще раз отметить, чтобы все сделки с продавцами домашнего скота подкреплялись необходимыми ветеринарными документами, подтверждающими здоровье животных.